К четырехлетней годовщине Октябрьской революции Том 44 Страницы со 144 по 152 Наступает четырехлетняя годовщина 25 октября, 7 ноября. Чем дальше отходит от нас этот великий день? Тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом. В самых кратких и, конечно, далеко не полных и не точных абрисах это значение и этот опыт можно бы изложить следующим образом. Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была задача буржуазно-демократическая свергнуть остатки Средневековья, снести их до конца, очистить Россию от этого варварства, от этого позора, от этого величайшего тормоза всякой культуры и всякого прогресса в нашей стране. И мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения воздействия на массы народа, на толщу его, чем великая французская революция, свыше 125 лет тому назад. И анархисты, и мелкобуржуазные демократы, то есть меньшевики эсеры, как русские представители этого международного социального типа, говорили и говорят невероятно много путаницы по вопросу об отношении буржуазно-демократической революции к социалистической, то есть пролетарской. Верность нашего понимания марксизма в этом пункте, нашего учета опыта прежних революций подтвердилась за четыре года полностью. Страница 145. Мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца, как никто. Мы вполне сознательно, твердо и неуклонно продвигаемся вперед к революции социалистической, зная, что она не отделена китайской стены, но и от революции буржуазно-демократической, зная, что только борьба решит, насколько нам удастся в последнем счете продвинуться вперед, какую часть необъятно высокой задачи мы выполним, какую часть наших побед закрепим за собой. Поживем – увидим. Но и сейчас уже мы видим, что сделано гигантски много для разоренной, измученной, отсталой страны в деле социалистического преобразования общества. Кончим, однако, буржуазно-демократическом содержании нашей революции. Марксистам должно быть понятно, что это значит. Для пояснения возьмем наглядные примеры. Буржуазно-демократическое содержание революции – это значит очистка социальных отношений, порядков, учреждений, страны от средневековья, от крепостничества, от феодализма. Каковы были главнейшие проявления пережитки остатки крепостничества в России к 1917 году? Монархия, сословность, землевладение и землепользование, положение женщины, религия, угнетение национальностей, возьмите любую из этих авгиевых конюшен, оставленных, к слову сказать, в изрядной мере всеми передовыми государствами в недочищенном виде при совершении ими их буржуазно-демократических революций 125, 250 и больше 1649 год в Англии лет тому назад, возьмите любую из этих авгиевых конюшен. «Вы увидите, что мы их вычистили начисто». Том 44. Страница 145. За какие-нибудь 10 недель, начиная от 25 октября, 7 ноября 1917 года, до разгона учредилки 5 января 1918 года, мы сделали в этой области в тысячу раз больше, чем за 8 месяцев своей власти сделали буржуазные демократы и либералы, кадеты, и мелкобуржуазные демократы, меньшевики и эсеры. Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики махали картонным мечом и даже монархии не уничтожили. Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как никто, как никогда. Страница 146. «Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче в вековом здании сословности. Самые передовые страны, вроде Англии, Франции и Германии, до сих пор не отделались от следов сословности. Наиболее глубокие корни сословности, именно остатки хедолизма и крепостничества в землевладении, вырваны нами до конца». Можно спорить, достаточно за границей литераторов, кадетов, меньшевиков и эсеров, чтобы заниматься этими спорами, о том, что выйдет в конце концов из земельных преобразований Великой Октябрьской революции. Мы не охотники сейчас терять время на эти споры, ибо мы борьбой решаем этот спор и всю массу зависящих от него споров. Но нельзя спорить против факта, что мелкобуржуазные демократы восемь месяцев соглашались с помещиками, хранящими традиции крепостничества, а мы в несколько недель и этих помещиков, и все их традиции смели с лица земли русской до конца. Возьмите религию, или бесправие женщины, или угнетение и неравноправие нерусских национальностей. Это все вопросы буржуазно-демократической революции. Пошляки мелкобуржуазной демократии восемь месяцев об этом болтали. Нет ни одной из самых передовых стран мира, где бы эти вопросы были решены в буржуазно-демократическом направлении до конца. У нас они решены законодательством Октябрьской революции до конца. Мы с религией боролись и боремся по-настоящему. Мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики или автономные области. У нас нет в России такой низости, гнусности и подлости, как бесправие или неполноправие женщины, этого возмутительного пережитка крепостничества и средневековья, подновляемого корыстной буржуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией во всех без единого изъятия странах земного шара. Это все содержание буржуазно-демократической революции. Страница 147 Полтораста и двести пятьдесят лет тому назад обещали народам передовые вожди этой революции, этих революций, если говорить о каждом национальном виде одного общего типа, освободить человечество от средневековых привилегий, от неравенства женщины, от государственных преимуществ той или иной религии или идеи религии, религиозности вообще, от неравноправия национальностей. Обещали и не выполнили, не могли выполнить, ибо помешало уважение к священной частной собственности. В нашей пролетарской революции этого проклятого уважения к этому трижды проклятому средневековью и к этой священной частной собственности не было. Но чтобы закрепить за народами России завоевание буржуазно-демократической революции, мы должны были продвинуться дальше. И мы продвинулись дальше. Мы решали вопросы буржуазно-демократической революции походя мимоходом как побочный продукт нашей главной и настоящей пролетарской революционной социалистической работы. Реформы, говорили мы, всегда есть побочный продукт революционной классовой борьбы. Буржуазно-демократические преобразования, говорили мы и доказали делами мы, есть побочный продукт пролетарской, то есть социалистической революции. Кстати сказать, все Каутские, Гильфердинги, Мартовы, Черновы, Хилквиты, Лонге, Макдональды, Турати и прочие герои двухсполовинного марксизма не сумели понять такого соотношения между буржуазно-демократической и пролетарской социалистической революциями. Первая перерастает во вторую, вторая мимоходом решает вопросы первой, вторая закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удается второй перерасти в первую. Хилквит Моррис 1869-1933 годы Американский социалист По профессии адвокат Первоначально примыкал к марксизму, затем скатился к оппортунизму. В 1888 году Хилквит вступил в социалистическую рабочую партию. После раскола этой партии выступил как один из основателей реформистской социалистической партии в США 1901 год. С 1904 года входил в состав Международного социалистического бюро, участвовал в работе конгрессов Второго интернационала. Советский строй есть именно одно из наглядных подтверждений или проявлений этого перерастания одной революции в другую. Советский строй есть максимум демократизма для рабочих и крестьян. И в то же время он означает разрыв с буржуазным демократизмом и возникновение нового, всемирно-исторического типа демократии, именно пролетарского демократизма или диктатуры пролетариата. Пусть псы и свиньи, умирающие буржуазией, плетущиеся за нею мелкобуржуазной демократии, осыпают нас кучами проклятий и ругательств, насмешек за неудачи и ошибки в постройке нами нашего советского строя. Страница 148 Мы ни на минуту не забываем того, что неудач и ошибок у нас действительно было много и делается много. Еще бы обойтись без неудач и ошибок в таком новом, для всей мировой истории новом деле, как создание невиданного еще типа государственного устройства. Мы будем неуклонно бороться за исправление наших неудач и ошибок, за улучшение нашего весьма и весьма далекого от совершенства применения к жизни советских принципов. Но мы вправе гордиться. И мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от иго-капитала, от империалистских войн. Вопрос об империалистских войнах, о той главенствующей ныне во всем мире международной политике финансового капитала, которая неизбежно порождает новые империалистские войны, неизбежно порождает неслыханное усиление национального гнета, грабежа, разбоя, удушение слабых, отсталых, мелких народностей, кучкой передовых держав. Этот вопрос 1914 года стал краеугольным вопросом всей политики всех стран земного шара. Это вопрос жизни и смерти десятков миллионов людей. Это вопрос о том, будет ли в следующей, на наших глазах, подготавляемой буржуазией, на наших глазах вырастающей из капитализма империалистской войне, перебито 20 миллионов человек, вместо 10 миллионов убитых в войне 1914-1918 гг. с дополняющими ее мелкими войнами, не конченными и по сейчас. Будет ли в этой неизбежной, если сохранится капитализм, грядущей войне, искалечено 60 миллионов, вместо искалеченных в 1914-1918 гг. 30 миллионов? И в этом вопросе наша Октябрьская революция открыла новую эпоху всемирной истории. Страница 149-я Слуги буржуазии ее подпевали в лице эсеров и меньшевиков, в лице всей мелкобуржуазной, якобы социалистической демократии всего мира, издевались над лозунгом превращения империалистской войны в войну гражданскую, а этот лозунг оказался единственной правдой, неприятной, грубой, обнаженной, жесткой, все это так, но правдой среди тьмы самых утонченных шовинистских и пацифистских обманов. Рушатся эти обманы. Разоблачен мир брестский. Каждый день разоблачает все более беспощадно значение и последствия еще худшего, чем брестский, мира Версальского. И все яснее, все четливее, все неотвратимее встает перед миллионами и миллионами думающих о причинах вчерашней войны и о надвигающейся завтрашней войне людей грозная правда. Нельзя вырваться из империалистской войны и из порождающего ее неизбежно империалистского мира. Если бы у нас было старое правописание, я бы написал здесь два слова. Мира в обоих их значениях. Нельзя вырваться из этого ада иначе как большевистской борьбой и большевистской революцией. Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазии и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и все рыцари второго и двух с половинного интернационала. Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга «Превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций». Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дело союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится, и воюет насчет рабов капитала, насчет наемных рабочих, насчет крестьян, насчет трудящихся. Страница 150 Эта первая победа еще не окончательная победа, и она далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны. Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалистские войны самых могущественных и самых передовых стран земного шара. Мы не боимся признать свои ошибки, и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. Но факт остается фактом. Первый раз за сотни и за тысячи лет обещание ответить на войну между рабовладельцами, революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняется вопреки всем трудностям. Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок пролетарии какой нации это дело доведут до конца, вопрос несущественный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыт, дорога показана. Продолжайте свое лицемерие, господа капиталисты всех стран, защищающие отечество японское от американского, американское от японского, французское от английского и так далее. Продолжайте отписываться от вопроса о средствах борьбы против империалистских войн новыми базальскими манифестами по образцу базальского манифеста 1912 года. Господа рыцарей второго и двух с половинного интернационалов со всеми пацифистскими мещанами и филистерами всего мира. Из империалистской войны, из империалистского мира вырвало первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция. Следующие вырвут из таких войн и из такого мира все человечество. Последнее, и самое важное, и самое трудное, и самое недоделанное наше дело – хозяйственное строительство, подведение экономического фундамента для нового социалистического здания на место разрушенного феодального и полуразрушенного капиталистического. В этом самом важном и самом трудном деле у нас было всего больше неудач, всего больше ошибок. Еще бы без неудач и без ошибок начать такое всемирно новое дело. Но мы его начали. Мы его ведем. Мы исправляем, как раз теперь, нашей новой экономической политикой целый ряд наших ошибок. Мы учимся, как строить дальше социалистическое здание в мелкокрестьянской стране без этих ошибок. Страница 151-я Трудности необъятны. Мы привыкли бороться с необъятными трудностями. За что-нибудь прозвали нас враги наши твердокаменными и представителями костоломной политики. Но мы научились также, по крайней мере, до известной степени научились, другому необходимому в революции искусству гибкости, уменью быстро и резко менять свою тактику, учитывая изменившиеся объективные условия, выбирая другой путь к нашей цели, если прежний путь оказался на данный период времени нецелесообразным, невозможным. Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудившие народный энтузиазм, сначала общеполитический, потом военный, мы рассчитывали осуществить непосредственно на этом энтузиазме столь же великие, как и общеполитические, как и военные, экономические задачи. Мы рассчитывали, или, может быть, вернее будет сказать, мы предполагали, без достаточного расчета, непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку. Потребовался ряд переходных ступеней государственный капитализм и социализм, чтобы подготовить, работой долгого ряда лет, подготовить переход к коммунизму. Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного Великой Революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете, потрудитесь построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской стране через государственный капитализм к социализму. Иначе вы не подойдете к коммунизму. Иначе вы не подведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь. Так сказал нам объективный ход развития революции. И мы, научившиеся немного за три и четыре года резким поворотом, когда требуется резкий поворот, стали усердно, внимательно, усидчиво, хотя все еще недостаточно усердно, недостаточно внимательно, недостаточно усидчиво, учиться новому повороту, новой экономической политики. Страница 152. Пролетарское государство должно стать осторожным, рачительным, умелым хозяином, исправным оптовым купцом, иначе оно мелкокрестьянскую страну не может экономически поставить на ноги, и новоперехода к коммунизму сейчас в данных условиях рядом с капиталистическим, пока еще капиталистическим, западом нет. Оптовый купец это как будто бы экономический тип, как небо от земли, далеке от коммунизма. Но это одно из таких именно противоречий, которое в живой жизни ведет от мелкого крестьянского хозяйства через государственный капитализм к социализму. Личная заинтересованность поднимает производство. Нам нужно увеличение производства прежде всего и во что бы то ни стало. Оптовая торговля объединяет миллионы мелких крестьян экономически, заинтересовывая их, связывая их, подводя их к дальнейшей ступени, к разным формам связи и объединения в самом производстве. Мы начали уже необходимую перестройку нашей экономической политики. Мы имеем уже в этой области некоторые, правда, небольшие, частичные, но все же несомненные успехи. Мы уже кончаем в этой области новой науки приготовительный класс. Твердо и настойчиво учась, проверяя практическим опытом каждый свой шаг, не боясь переделывать начатое неоднократно, исправлять свои ошибки, внимательно вникая в их значение, мы перейдем и в следующий класс. Мы пройдем весь курс, хотя обстоятельства мировой экономики и мировой политики сделали его гораздо более долгим и более трудным, чем нам того хотелось. Во что бы то ни стало, как бы тяжелы ни были мучения переходного времени, бедствия, голод, разруха, мы духом не упадем и свое дело доведем до победного конца. 14.10.1921 года Правда, номер 234, 18 октября 1921 года Подпись Н. Ленин Печатается по рукописи Продолжение следует...